МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Именно так, весело да хлебосольно, издревле встречали гостей на Руси. Прокатиться в машине времени приглашают и всех горожан. Уже в восьмой раз день города, свои двери для всех желающих распахнет площадка «Русская изба». На аллейках парка Маяковского вырастет настоящая русская деревня, чтобы привыкшие к вечной гонке горожане прикоснулись к своим истокам. Традиционно несколько углов – баби, кут, мужской угол. Будет организован с огромным количеством традиционных мастеров – кузнец, гончар. В бабьем углу будет представлен ткацкий станок традиционно. В этом музее под открытым небом трогать руками экспонаты разрешается. На мастер-классах горожан научат лепить из глины и обжигать в печи тарелки, печатать на ткани русские узоры. Папоротник, например, поможет устроить личную жизнь. Девушки собирали папоротник в надежде выйти замуж. И мы решили проверить эту теорию. В среду мы как раз готовились к мероприятию. Сделали четыре скатерти. Вдоль каждой скатерти у нас было целое… В три ряда. Да, в три ряда разместили папоротник. И вот уже в пятницу я вышла замуж. А вот малышам на пальчик прыгнет тряпичный зайчик. Самодельная игрушка из ткани и развеселит маленьких гостей. И пользу принесет. Ребенок с моторикой работает. Он развивается. Также у него работает правое полушарие. И в принципе, да, создать такую игрушку сейчас… Как бы раньше это было обыденным делом. А сейчас детям как раз-таки наоборот. Это интересно. Где ж ты, зайка, бегала? Где ж ты, серая, бегала? Не обойтись в русской избе и без музыки. На мастер-классах профессиональные музыканты познакомят с традиционными инструментами. Гармошкой, балалайкой и прародителем скрипки – гудком. Он достаточно просто делался. И на нем, конечно, проще играть, чем на скрипке. То есть, в принципе, в простом исполнении можно просто держать, скажем так, несколько нот и играть. В более сложном исполнении можно тоже прижимать некоторые струны. И, в общем-то, уже будет какая-то мелодия на нем. На всех инструментах можно будет сыграть. Полным ходом подготовка к празднику идет и на студии 41. Впервые в День города микрофоны в руки возьмут не журналисты, а зрители. Но не ради работы, а для веселья. На плотинке мы устроим настоящее сражение. Все желающие смогут поучаствовать в битве телеканалов. Абсолютно безопасной. Подушки будут большие и мягкие, обещают производители. На ополнителе подушек химическое волокно. Ну и для того, чтобы форму держали, еще будем использовать поролон. Эти подушки будут размером метр десять, будут яркие, с логотипами. Ну, я думаю, мероприятие пройдет весело. Ну и какой день рождения без поздравлений? Самые теплые пожелания близким Екатеринбургу вы сможете передать здесь. На аллее плотинки возле музея ИЗО будет стоять специальная кабинка. Приходите 17 августа к флагам с логотипом студии 41 и телеканала Домашний и передавайте привет домашним. Они обязательно его увидят в эфире. Ну, а пока давайте порепетируем. Что бы Екатеринбургу хотели пожелать? Екатеринбургу процветания. Быть самым первым во всех чемпионатах мировых. Больше становился краше, симпатичнее. Он мне очень понравился. Я сам из Нижегородской области приехал. С днем рождения, Екатеринбург! Чтобы горожане успели побывать на всех площадках, работать они будут весь день. Мария Новикова, Сергей Шестовский, Иван Быков. Главные новости Екатеринбурга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова